С 1 июля вступило в силу упрощение визового режима между Украиной и Евросоюзом. Согласно соответствующему соглашению, подписанному еще весной, теперь получить шенгенскую визу должно стать легче для многих украинцев. Так, по упрощенному режиму ее могут получить водители международных автобусных сообщений, дальнобойщики, журналисты, близкие родственников граждан стран Евросоюза, а также многие украинцы, которые едут лечиться в Западную Европу. Народный депутат Украины Виталий Барвиненко уже второй созыв работает в парламентской группе Украина-Чехия и считает, что такое упрощение благоприятно скажется на жителях всей страны в целом, потому как договоренности направлены непосредственно на решение проблем в получении виз для тех украинцев, которые в этом нуждаются. Помимо этого, новшества расставят точки над «и» в визовом вопросе. Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период будут выдаваться многократные визы. Так, визы сроком действия на пять лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и высших судов, постоянным представителям официальных делегаций от Украины. Пятилетние визы будут предоставляться партнерам, супругам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу по рабочим вопросам. Напомним, диалог, результатом которого должна стать полная отмена визового режима между Украиной и ЕС, длится с 2008 года. Но несмотря на этот активный двусторонний диалог, в соглашении об упрощенном визовом режиме заложено много механизмов, которые дают возможность работникам какого-либо консульства в случае появления сомнений в отношении заявителя по праву использовать эти сомнения на своё усмотрение. Так что будет большинство украинцев получать визы по упрощенному режиму или нет, покажет время. Посетив недавно с официальным визитом парламент Великобритании, Виталий Барвиненко отметил, что упрощение визового режима – ещё один весомый шаг на пути евроинтеграции и выразил уверенность в том, что и со стороны нашей страны будут выполнены все необходимые задачи, такие как приведение законодательства к европейским нормам и решение социальных и правовых вопросов наших граждан, чтобы украинцы чувствовали себя полноправными партнёрами в своих европейских соседей.